Итак, представляю вашему вниманию легкую болгарку Skill 750W, полное название это Skill 9245, как я уже сказал 750W, мощность предназначена для 125 круга и 11000 оборотов имеет шпинделем 14. То есть она выглядит и на самом деле является эргономичной, немаловажный фактор. Держится она в правой руке и вспомогательная ручка есть для левой руки. Двойная кнопка, сдвоенная, включение, включение как здесь, так и здесь. То есть вот, однако плавного пуска нету, вот это, конечно, усложняет несколько работу. Зато есть блокировка шпинделя, в принципе, это обычный арсенал. Также она оснащена вот такой вот ручкой и, естественно, защитой. Все, в принципе, достаточно просто. Обычная, казалось бы, болгарка. Давайте по минусам пробежимся. Минусы существенные. Значит, вывод воздухозаборника, вернее, воздухозаборники у нас вот здесь. Вот они забирают, да, и вывод тоже воздуха происходит здесь. Здесь выход. Значит, при этом работа у нас, да, вращение диска в ту сторону. Здесь у нас стоит кожух. Большую часть площади он закрывает. И при этом вся пыль, она сдувается этой болгаркой. То есть, получается, что когда вы что-то режете, и искры, и пыль, которая выделяется, она не улетает в одном направлении, а из-за вот этого воздухопотока будет раздуваться по всему помещению. Это, я считаю, достаточно большой минус, непродуманность конструкции. Вот здесь тоже есть воздухозаборники. То есть, в принципе, с воздухозаборником это все в порядке. Вот расположены они непонятны. Редуктор здесь отдельного корпуса не имеет. То есть, все располовинивается, значит, полностью, да. Вот. И сейчас вот я ее уже начал раскручивать. Сейчас подденем. Посмотрим, что у ней внутри. Так. Ну вот, я, значит, снял одну половину. Вот так это все дело выглядит. Все в пыли. Была она в работе. Смотрим редуктор. Фокус навелся. Как вы видите, и я тоже вижу, здесь смазкой даже и не пахнет. То есть, ребят, смотрите, я... Вот тут какие-то маленькие-маленькие следы смазки. Когда раскручивал, я сорвал пломбу. То есть, до меня никто ее не разбирал. Вот. Соответственно, никто сюда не лазил. В заводском состоянии все было. Как ее собрали, так она и вышла. Подшипники гудят. Вот. Она, кстати, заклинила. Да. Вот. Я не знаю, даже вот... Смотрим дальше. Здесь ничего не залито. Щеточки очень миниатюрные. Вот. Держатель для щеток вот интересно исполнен. Просто прижимается пружинкой. То есть, менять щетки не составит труда. Они очень маленькие. То есть, менять-то ладно, не составит труда. Вопрос не в том. Вопрос, нужно ли их будет менять. Да. Болгарка, как мы видим, фактически новая. Уже заклинила. Уже подшипники все воют. Вот. И не думаю я, что есть смысл ее каким-то образом восстановить. Но вот то, что здесь нет смазки, это, конечно, меня сильно удивляет. Это нехорошо. Такой инструмент просто не будет работать. Все закономерно, что она заклинила. Здесь буквально все сухо. И пыль можно сдувать. Пыль-то, конечно, немного. Прямо такого, чтобы грязь. Такого нет. То есть, достаточно герметично все. Но, тем не менее, закусов тоже, кстати, нет. То есть, видимо, на подшипники попала пыль и стала ее клинить. Может быть, и есть смысл отремонтировать тогда и добавить просто уже смазки. Да. Смазки вообще нет. Вот и здесь. Тут чуть-чуть по краям. Не работала вообще эта смазка. Ну, вот так вот, ребят. Все достаточно печально с этой болгаркой. Я не вижу смысла вообще покупать данного качества инструмент данного производителя. Я вообще не рекомендую ни в коем случае. Цена хоть и невысокая, но качество очень низкое. Да. То есть, смысла вообще не вижу. Все. Всем спасибо.